Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили две машины Т-77 и Акулу за 17,5 тысяч. И честно говоря, если бы Акулы у меня конкретно в ангаре не было, я обязательно взял бы себе этот набор за 17,5 и был бы очень рад, потому что две этих машины очень годные и очень классные. За 17,5 тысяч вы получаете два аппарата 8 уровня, которые неплохо фармят и довольно качественно отыгрываются, вы получаете два камуфляжа, вы получаете Х5 в количестве 15 штук на каждую из машины, открытое все оборудование. Что собой представляют данные машины, будем обсуждать чуть-чуть позже. Скажу откровенно, Т-77 нет, но у меня прям руки чешутся его себе приобрести и чуть позже я скажу почему. Что касается возможности приобретения по отдельности, то она есть за 10 тысяч Т-77 и за 8,5 Акула, но и тот и другой ценник слегка завышенная, почему говорю слегка, потому что адекватная цена мне кажется на Т-77, поскольку это восьмерка, явно не 10 тысяч, потому что за 10 тысяч можно взять себе девятку К-91 с огромным количеством плюшек, а не голую машину восьмого левела. С другой стороны, Т-77 лучше фармит, чем К-91. Короче говоря, ребят, мое скромное субъективное мнение, нормальная адекватная цена данной машине, ну где-то 8,5 косарей, поскольку это восьмерка все-таки. Что касается Акулы, то она тоже голая, просто машина, ничего к ней не идет, кроме слота в ангаре для того, чтобы ее туда поставить, и 8,5 это в принципе адекватный ценник, но хотелось бы, чтобы она стоила все-таки восьмерку. Хотя я брал ее в свое время дороже, брал ее абсолютно голую, соответственно у меня нет камуфляжа, который и меняет ей имя в игре, и добавляет приставку Акула, но и соответственно я делал на нее то, что у меня было, и в целом больше чем достаточно мне лично хватает. По техническим характеристикам, как обычно, заценим самое важное, мы заценим с вами орудие. Орудие очень классное, 8 с копейками секунд перезарядки с альфой в 310, но очень часто в последнее время выдает меньше 300 в районе 280-285. И это очень хреново, потому что если раньше 310 хватало для того, чтобы многие недобитки в бою добрать, то сейчас почему-то им постоянно оставляют то по 1 единице хпшки, то по 20 единиц хпшки. Короче говоря, вот буквально големы какой-то постоянно не хватает, чтобы отправить товарища в ангар. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10, сейчас обсудим. ДПМ заявленный не такой уж и большой, 2250, у экшен-икса допустим 2700, но есть ребята, у которых ДПМ на 8 уровне и существенно меньше. При этом время сведения, разброс просто обалденные в игре, ну прям, что-то я заговариваюсь, в игре, простите. Действительно, ты не чувствуешь абсолютно никаких дискомфортных ситуаций по отношению к времени сведения и разбросу. Что касается сравнения данной машины с другими, то машин на уровне очень много, поэтому сравнивать прям со всеми я не вижу ровным счетом никакого смысла. В этом не вижу. ДПМ 2277 заявленный, как вы видите, существенно лучше, чем у многих других, но есть ребята, которые, безусловно, и покруче. Тот же самый Т26Е5, та же самая машинка экшен-икс. Короче говоря, ребят, знаете, и вашим, и нашим. В чем-то лучше, в чем-то хуже по ДПМу, поэтому здесь не в ДПМе смысл. Смысл в том, что машина очень играбельная по своей подвижности, 40 километров, и это действительно один из лучших показателей на уровне. Все остальные машины красуются с красными ячейками. Что касается доходности, 175, в принципе, как у многих других на уровне. Ну и что касается, ребят, процента побед, вот здесь уже становится интересно, потому что реальных конкурентов у него всего три. Есть такой товарищ, как Шкода Т56, но он недалеко ушел. 58 против 58,3. Поэтому я бы сказал, что они одинаковые по проценту доходности. Но, ребят, обратите внимание, здесь процент доходности в 58 сделали 2400 игроков, а здесь процент доходности сделали 1300. Таким образом, получается, что гораздо большее количество игроков может качественно отыгрывать акулу в боях и побеждать. Это говорит о том, что, скорее всего, машина действительно позволяет вам отыгрывать хорошо, даже если вы не суперкрутой игрок. Теперь, что касается Бофорса. Его попробуем, блин, найди. Машинка одна из новых, и крайне малое количество игроков смогло их заполучить. В основном донатеры, которые не пожалели реальных денег, взяли себе эту машину. А, как правило, донатеры, ну, донатят в игру, потому что действительно классно играют, ну и, соответственно, готовы вкладывать в нее реальные деньги. Ну и еще один товарищ, который обходит данную машину, это ТК-77, которая сейчас как раз и стоит на продаже вместе с ними. Именно вот эта цифра в 60% побед меня как раз и заманывает к тому, чтобы Т-77 купить себе, даже несмотря на то, что я считаю ценник на нее немножко завышенным. Что касается ИСа-6, то здесь вообще разговаривать не о чем. 65% побед играло всего 9 игроков, и данную машину могли получить только те, которые получили ее в подарок за то, что вошли в топ-10 или в топ-20 игроков за период в рейтинговых боях на своем сервере. Короче говоря, надо быть богом игры. Это все равно, что разыгрывать футбольный мяч, устраивая соревнования по футболу, в котором участвовали дворовые команды, обычные дворовые игроки. И в то же время участвовал Зинадин Зидан, Пеле, Марадонна и еще кто-то. Ну, понятное дело, кто мяч себе забрал. Ну, явно же не кто-то с нашего двора. Что касается брони. По броне здесь очень классно, очень весело. Нижний бронелист страдальческий. Его необходимо прятать. В основном, ребята, остальном машина действительно очень классная. Очень бодрая, классная башня. Угол склонения вниз минус 10 позволяет отыгрывать от неровности просто шикарно. Представьте себе, что вы целитесь в соперника и для соперника вы находитесь с ним на одной линии прицеливания. Что он видит? Да практически ничего. Он видит охренительно просто крепкий лоб башни и дальше у него просто скос идет. Он не может выцелить башню, он не может вас пробить. Здесь такая привиденка, от которой ты просто реально шизеешь, когда играешь против этой машины. Когда ты играешь против него в клинче, бейте фугасом вот сюда вот. Потому что тогда осколки хоть как-то будут заходить в верхний лист корпуса машины. Ну и, соответственно, хоть какой-то урон будут сюда набрасывать. Но, ребят, выцеливать какие-то зоны конкретно в башне вы просто теряете время. Особенно многие игроки на данной машине поднимают вот так орудие для того, чтобы орудием перекрыть темечка. Потому что его-то еще хоть как-то пробить можно. Но это в случае, если машина, против которой клинчует акула, выше по уровню находится. Соответственно, может как-то сверху вниз немножко бить. Когда вы будете стоять где-нибудь в низинке, понятное дело, что вам вот сюда в темечко будут забрасывать. И не будут выцеливать там какие-то зоны в вашем корпусе. Борта, я бы сказал, картонные. Башня тоже, ребят, пробивается по бортам. Ну и корма, замануха для фугасов. Фугасы лучше всего забрасывать ниже затылка, вот сюда вот в основании башни. Прилетает фугас, разрывается и своими осколками закидывает урон вам в верхний лист корпуса. Забрасывает вот сюда вот, где у вас броня 30 мм в башне снизу. Ну и, соответственно, здесь 40 мм тоже осколки довольно неплохо посекут. Поэтому, ребят, фугасами лучше кидать вот сюда вот под затылок. Это то, что касается брони и сравнения с другими машинами. Ну а теперь, ребят, нам только остается взять данную машину и выкатить ее из ангара. И посмотреть, на что она способна в реальном бою. Я в свое время купил Акулу вот просто, знаете, так вот наобум. Она понравилась мне своим внешним видом. Причем до этого ее выставляли много раз на продажу. Я на нее не велся. Я думал, что это какая-то там порожниковая абсолютно тачка. Потом я купил и не жалею до сих пор. Это один из мастхэва, по моему скромному мнению. Она стоит у меня на одном ряду с такими машинами, как Экшен Икс. Она стоит у меня на одном ряду вместе с Левщиком. Только каждая из этих машин хороша по-своему. Что касается Акулы, справедливости ради, стоит заметить, что поначалу не все с машиной смогут справляться. Я сейчас объясню почему. Потому что она требует сноровки применения ее брони. Надо сначала научиться прятать свой вот этот вот нижний бронелист и становиться правильным ромбом. Под таким углом, чтобы вас не пробивали. И тогда будет вам счастье. Один из моих соклановцев много месяцев назад, где-то в районе полугода, по-моему, назад, спросил моего мнения, когда Акула была на продаже, стоит ли ее купить. Я ему сказал, что да, однозначно покупай. Машина крайне стоящая, ты будешь доволен. Потом он мне писал, что пока я не могу к ней привыкнуть, пока я не могу понять, что мне с этой машиной делать. С прошествием времени, с прошествием одной недели, грубо говоря, игры на данной машине, парень играет не так уж и часто. Я не могу сказать, что он играет там по 6-7 часов в день. Он начал писать мне чуть ли не хвалебные оды по поводу того, насколько он рад, что он послушал моего совета и взял себе этот аппарат. Он кайфует на нем, и мы очень часто заезжаем с ним взводом для того, чтобы поразрывать рандом, и у нас это получается. Мы реально получаем массу удовольствия от того, что мы получаем от этих боев. Так, покажись, спрятался засранец. Ладно, тогда забросим в этого. Обожаю эту машину отыгрывать именно от башни. Становишься вот так вот, твои высклонения в минус 10, и, соответственно, тебя практически, практически никто пробить не может. Надо ехать что-то решать с захватом базы, да и, в принципе, мы в притирочку подходим уже к победе, к завершению боя, поэтому хочется подъехать им, чего-нибудь еще понабрасывать. Что касается подвижности машины, машина очень бодрая, очень классная. Так, Кейлер, получай. Ну, почему не пробито? Ну, вроде бы, в серую зону летело, и при этом всем я все равно умудрился тебя не пробить. Каким образом? Как так получилось? Какое чудо подкрутки срабатывает постоянно? Наверное, зря я сейчас использовал адреналин по той причине, что потратился серебрянде и придется эту сумму минусовать. Но, в целом, ребят, победа и наброс урона, они того стоят, мне кажется. Я не думаю, что я занял прям первое место в команде по урону, но свой вклад я сделал. Меня практически не раздамажили, я получил удовольствие от боя, я как-никак был полезен своей команде и приближал победу настолько, насколько мог. 1370 единиц урона, поверьте, это далеко не предел для данной машины, вполне спокойно на ней делаете 2,5 за бой, и счастье будете прям до горы иметь. Что касается фарма. 40 тысяч с серебром с учетом према, но это с учетом того, что я еще и потратился на адреналинчик, но это дело такое. И третье место в команде по урону. По-моему, довольно неплохо, но все-таки, поверьте мне на слово, это далеко не максимум, который может акула вам предоставить в боях. Главное, чтобы против девяток не бросало, и тогда будет вам счастье. Но, слава богу, на, грубо говоря, там, десяток боев на акуле, припадает где-то 2 боя против девяток, а в основном вы сражаетесь против восьмерок, а порой, как сейчас, еще и против семерок. И в целом, чувствуете себя, как я люблю говорить, абсолютно сухо и абсолютно комфортно. Ну что, поехали, попытаемся еще немножко поиграть. Поедем однозначно на линию ТТ, единственное, что мы провисаем, нас трое против четверых ТТшек. Так, два легких танка и ПТшка уехали. Ну ладно, будем пытаться, будем пытаться обладаться самостоятельно. Главное, занять правильную позицию. Займешь правильную позицию на акуле, заедешь туда, куда действительно нужно было поехать, и, в принципе, на тебе будет держаться полностью вся твоя команда, ну и, соответственно, твоя победа. Точность по орудию просто шикарная. Ты действительно можешь выцеливать, ты можешь бросать на обум и попадать. Короче говоря, по точности вы точно расстроены не будете. Отходим назад. Сейчас потом посмотрим, мы этого товарища однозначно заберем. Вопрос просто в том, куда он нас пробивает. Скорее всего, он пробивает нас как раз в наш нижний бронелист. Ну да, вот, пожалуйста. А здесь еще одна ПТшка. Пока я тут хвастался своими пробитиями, меня ПТха разбирала. Не очень приятная ситуация. Я мог этого урона-то, в принципе, и не получать. Еще одна акула против нас. Будет, даст бог, возможность посмотреть на нее в прицеле. Ну давай, выпирайся вперед. Подставляет корму. Я не могу этим не воспользоваться. Жаль, адреналина нет. Можно было бы сейчас еще кинуть ему урон. Так, Т-77. Прям как сговорились два танка из этого набора, который сейчас есть на продаже. Но я думаю, что в целом все будет нормально. Как вы видите, если борта и корма, то картон. Если спереди, то, поверьте на слово, не все так грустно, как многие считают. Ну вот, нижний бронелист светится, а башня салба. Это просто сплошной такой монолит, который ты выцелишь. Бодрая машина, ребят. Реально бодрая. Верьте, не верьте, а это один из лучших танков восьмого уровня. Я не устану это повторять, просто потому что машина действительно этого стоит. Многие в комментариях, наверное, могут мне начать писать по поводу того, что я в последнее время зачастил рекламить машины и рассказывать, что прям чуть ли не каждая машина, которая на продаже, это имба и суперская тачка. Но, ребят, я не виноват в том, что разработчики в последнее время не выкладывают какой-то хлам на продажу, а выкладывают нормальные годные машины. Ну, если не считать там Т-25, какой-то там коллекционки третьего уровня и так далее. Те машины, которые нормальных высоких уровней, да, там, восьмого уровня, девятого уровня, действительно нормальные, хорошие машины, чего мне на них грешит. Две тысячи четыреста семьдесят единиц урона, будем говорить, две тысячи пятьсот единиц урона. Два сделанных фрага. Что касается фарма, шестьдесят одна тысяча с учетом всех затрат, но с учетом прем-аккаунта. И мое место в команде заслуженное первое. Ребят, мне кажется, что эти два боя, они больше, чем достаточны для того, чтобы принять решение покупать или не покупать в ту или иную сторону. Если этих боев вам было недостаточно, то ссылки в описании к данному видосу переведут вас на другие мои видео, касающиеся акулы. Повторюсь еще раз, я акулу обожаю и всем ее рекомендую. Точно так же, как я рекомендовал Экшен Икса и Левчика. Вот поверьте мне, если вы купили себе Экшен Икса Леву и не пожалели, то приобретая себе акулу, вы уж точно жалеть не будете. Если вы за честность подписывайтесь на канал, ставьте обязательно палец на колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео, а я вам буду за это безумно благодарен. Ну и буду снимать специально для вас. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.